Витамин D. Дефицит витамина D играет роль при депрессии и других психологических расстройствах. Также играет роль в лечении этих заболеваний. Потребление 2000 МЕ в день в первый год жизни снижает риски шизофрении у мужчин. И также у мужчин, у шизофреников, у них, в принципе, у всех шизофреников, у них, конечно, понижен этот D-витамин. У них средняя где-то 35, это при норме 75. Например, еще при большой депрессии там у них тоже уровень 37,3. Также он понижен и при Альцгеймере, и при расстройствах настроения. Поэтому D добавляйте обязательно. Но также здесь еще внизу вы найдете таблицу, вообще чего не хватает и какое лечение. Например, при большой депрессии очень часто именно дефицит габа, омега-3, фолиевой кислоты, магния, сам, трептофана, тирозина. При биополярном расстройстве дефицит омега-3, холина, трептофана, фалата. Ну, часто еще избыток ванадия, он лечится витамином С. Ну, и также, например, необходим литий и таурин при избытке ацетилхолиновых рецепторов. При шизофрении дефицит глицина омега-3. Ну, и если, например, нарушение синтеза серотонина, то лечение трептофан. Или, например, такое обсессивно-компульсивное расстройство, это лечится зверобоем. Фолиевая кислота и B12. Например, у пациентов с депрессией низкие уровни обоих этих витаминов. Также найдена связь их с депрессией у пациентов с рецидивирующими расстройствами настроения, которых лечили лития. И надо добавлять фалат. Вообще, в принципе, там 800 МКГ уже помогает. Также дефицит у алкоголиков и также при различных депрессиях. Это фалат низкий. А когда, например, еще фалат низкий, то антидепрессанты не помогают. И добавление это улучшает сразу. И также, если у вас дефицит B12, то тоже антидепрессанты не помогают. Поэтому нужно B12 тоже добавлять. Ну и вообще, у пациентов с депрессией у них часто повышен гомоцистин. А как раз таки для его понижения это и нужен. То есть и фолиевая кислота, B12 и B6. Омега-3 кислоты из рыбьего жира, например. Передача сигналов и структура клеточной мембрамы изменяются омега-3 кислотами. Что показывает, что омега-3 действует как антидепрессант. Также нашли связь омега-3 с биополярным растворством первым и вторым. Добавление омега-3 после родов снижает послеродовую депрессию. Исследование 264 пациента после 60 с депрессией. И у всех у них понижен омега-3 и повышен омега-6. Ну, тут много. Находят, конечно, большую связь, что у пациентов с депрессией понижен в основном омега-3 ЭПА. Ну и потом уже ДХА. И лечение омега-3 по сравнению с плацебо улучшает депрессию, конечно же. И опять тут же еще найдена связь между низким уровнем омега-3 и витамином Д и развитием нервно-психических расстройств. Например, на женщин омега-3 действует сильнее при депрессии, чем на мужчин. Ну, есть, конечно, исследования, где омега-3 не очень помогал при депрессии. Но поскольку от него так много пользуют, то его, конечно же, рекомендуют. И все-таки исследования, где он помогает их больше. Витамин С. Ну, здесь, например, витамин С улучшает настроение у молодых мужчин. Уменьшается усталость, депрессия, увеличивается выносливость. Но также еще много исследований есть, где он помогает и детям, и пожилым с депрессией. Также улучшает все симптомы. Ну, здесь дальше также описывается, что, например, магний 125-300 мг в виде глицината или таурината с каждым приемом пищи в течение 7 дней приводил к выздоровлению от глубокой депрессии для большинства пациентов. Также дальше здесь еще комплекс В, который превосходит норму в 10 раз. В течение 3 месяцев улучшал настроение у мужчин и женщин. Ну, вообще, в общем, это исследование длилось 1 год. Но, конечно, все-таки берите, посмотрите у меня там ролик «Как выбирать витамины». Лучше брать, конечно, активные их формы. Аминокислоты. Триптофан, тирозин, фениланин, метионин часто помогают при лечении многих расстройств настроения, включая депрессию. Когда триптофан потребляется один натощак, он обычно превращается в серотонин и вызывает сон и спокойствие. Тирозин и фениланин превращаются в дофамин и нароадреналин. В12 задерживает появление деменции, также усиливает функции церебральной и когнитивной у пожилых и у подростков. Уровень фалата на 25% ниже у пациентов с депрессией. Селективные ингибиторы поглощения серотонина, которые прописываются пациентам, выводят кальций из организма. Ну и тут уже начинаются переломы, астероапороз. Также хром. Много исследований, которые указывают, что хром влияет на психологическое здоровье, в том числе и депрессии. Йод играет важную роль в психологическом здоровье. Во время беременности дефицит вызывает тяжелую мозговую дисфункцию. Железо. Дефицит у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Концентрация во время беременности играет решающее значение для развития мозга. Дефицит связан с апатией, усталостью, депрессией, особенно у женщин в возрасте 25-45 лет с детьми. Литий. Используется в психиатрии. При биополярном расстройстве. Также он с антиманиакальным действием. То есть у кого такие проблемы. Антисуицидальные свойства. При депрессии, шизофрении, агрессии. Расстройство контроля над импульсами. СДВ. Ну и при алкоголизме тоже его прописывают. Также здесь вы еще дальше найдете. Силен. Дефицит селена связан с плохим настроением и беспокойством. Цинк. Обычно низкий уровень у пациентов с клинической депрессией. Цинк влияет на эффективность антидепрессантной терапии. Также дефицит связан с физическим и умственным развитием у ребенка. Ну и вообще дальше все это здесь описывается, что, например, у детей и подростков, конечно, легко улучшить психические и поведенческие функции с помощью витаминов и минералов. Также, конечно, дефицит витаминов, минералов, антиоксидантов, полифенолов во время старения также ускоряет заболеваемость головного мозга. Ну и вообще недоедание в поджилом возрасте, оно и связано с деменцией, депрессией, повышенной смертностью. Ну и там, конечно же, различными психологическими расстройствами. Поэтому это питание, витамины – это очень важно. Ну вот здесь, например, правильное питание и нормальная микрофлора кишечника связаны с уменьшением депрессии в пожилом возрасте. Например, у мышей метаболизм трептофана и серотонина зависят от введения лактобациллос-раутери. Такие штаммы, как лактобациллос и бифидобактерия, могут синтеризировать ГАМК. Также лактобациллос-рхамнонус снижает тревожность и депрессивное поведение. Вообще микробиота в детстве, она также прогнозирует отношение к стрессу на протяжении всей жизни. Поэтому важно, конечно, чтобы дети получали правильное питание. Зверобой. Ну, зверобой, наверное, это самое популярное и одно из самых сильнейших растений при депрессии. И легкой, и средней, умеренной депрессии. Также применяется, конечно же, он по всему миру. И множество исследований, и они сопоставимы. То есть, также он работает как и антидепрессанты. Но иногда даже их превосходит. И имеет, конечно же, меньше побочных эффектов. Но все-таки осторожно, потому что, например, побочные эффекты, это, например, вызывает фоточувствительность. То есть, его нельзя, когда вы идете на солнце. Ну, и также он может там еще стимулировать, повышает уровень гормонов щитовидной железы. Может также повышать давление. Ну, и, конечно, осторожно надо, потому что все-таки он очень часто, то есть, с другими, например, рецептурными препаратами, он очень конкурирует. Надо там проверять. Ну, и вообще, в среднем там исследования длились от 4 до 12 недель. Ашваганда. Обычно ашваганда используется в аюрведической медицине как адаптоген. Но она еще и эффективна при лечении психологических расстройств, включая шизофрению. Например, 1 грамм ашваганды в течение 12 недель лечит симптомы депрессии, тревогу при шизофрении. Нак. Или он же еще ацетилцестиин. Или, например, еще в аптеках он продается под маркой АЦЦ. Он также уменьшает депрессию при различных психологических состояниях. Применяется при Альцгеймер, Паркинсон, при различных фобиях, например, выдергивании волос. Помогает при шизофрении. Ну, конечно, он при биополярном расстройстве не помогает. Тут проверяли. Ну, и вообще, он также еще один из немногих препаратов, который может снизить зависимость от какого-то. Ну, а здесь и исследование, в принципе, проводилось всего два дня. 600 миллиграмм два раза в день давали. И это уже улучшало эти симптомы, да. Ну, посмотрите, представляете, если дольше принимать, например. Ну, также, вот исследование, что он помогает также при медамфетамине. То есть, тоже зависимость снижает такую. Ну, и вообще, его также еще применяют, если, например, алкогольная зависимость. Так что, перерассматривайте этот препарат. К тому же, он очень полезный. Очищает печень, конечно. Вообще, выводит различные яды, токсины из организма. Ну, знаете, да, это такая специя. Помогает при депрессии, тревожности и других психологических расстройствах. И также он аналогичен рецептурным антидепрессантам, но без побочных эффектов. Орксалин. Повышает уровень АМФ. А у пациентов с депрессией и шизофренией он пониже. Ну, вот, например, он тут на Айхерби. Довольно-таки большой выбор. Это растение, оно натуральное. То есть, из калеуса выделяют это вещество. Поэтому можете выбрать или так, или так. Ну, и вообще, при различных психологических расстройствах, я бы вам посоветовала зайти вот на этот вот сайт. Лаборатория Life Extension. Что они вообще рекомендуют? Здесь можете посмотреть и различные тревожности, дефициты внимания, депрессии, бессонницы, ну и так далее. Ну, и, например, хочу сказать, еще есть такая трава, как кава-кава. Ее тоже рекомендуют при депрессии, она помогает, да. Но все-таки не буду ее рекомендовать, потому что она токсична для печени. Там проблемы она вызывает. Ну, и, например, такие же популярные вещи, как, например, валерьяна, да. Ее при депрессии не рекомендуют. Она не помогает, она просто снотворная. Поэтому можете особо не начинать. Спасибо. 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 Спасибо.